Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» в студии Полина Булава. Что связано с рыночной коррекцией. Лидером роста сегодня стали простые акции «Казахтелеком», которые прибавили почти 2% до 25298 тенге. Рост стоимости акций, скорее всего, спровоцирован положительной финансовой новостью. На прошлой неделе стало известно, что телекоммуникационный оператор «Мобайо» «Целекомсервис», представляющий бренды «Тели-2» и «Алтел» и входящий в группу компаний «Казахтелеком», увеличил выручку в 2019 году до 143 млрд тенге, что на 17% выше по сравнению с 2018 годом. Ставки денежного рынка сегодня скорректировались вверх. Доходность операции «Репост» с государственными ценными бумагами сроком на один день выросла на 24 базисных пункта до уровня 7,8% годовых. Ставка заимствования тенге под залог доллара США выросла на 11 базисных пунктов до 8,8% годовых. По итогам понедельника тенге укрепился к доллару США на 42 тенге до 376 тенге в 77 тенге. Тенге и большинство других валют развивающихся рынков дорожают в понедельник на фоне сообщений о мерах поддержки экономики КНР. На стороне национальной валюты также дорожающая нефть, которая к 4 часам дня времени города Нур-Султан дорожает до 57 долларов США 30 копеек. На предстоящей неделе, кроме новостей по теме коронавируса в Китае, внимание нефтяных трейдеров привлекут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти и Минэнерго США. Среднеизвешенный биржевой курс по итогам торгового дня составил 376 тенге в 78 тен. Суммарный объем торгов составил 67 миллионов долларов США. Курс тенге к российскому рублю вырос на 2 тен, до 5 тенге 95 тен. Биржевой курс китайского юаня установился на уровне 54 тенге 2 тен, поднявшись на 4 тен. Это была программа «В курсе». Увидимся после следующей торговой сессии.